здравствуйте дорогие мои зрители и дорогие мои подписчики сегодня хочу снять видео о своих процессах о том как прошел мой июнь что я сделала что я планирую сделать так называемые рукодельные месячные заметки ну как всегда все мои планы записаны вот в этом блокноте он мне в помощь вот вы тут видите некоторые из моих процессов некоторые из моих проектов но сейчас обо всем по порядку те кто смотрит меня постоянно наверное знают что конец мая у меня прошел под эгиды подготовки к приезду моих внуков а я делала коробочки метрики для них они были подарены внуки у меня гостили в течение 10 дней вместе с их мамой с моей дочкой вот и естественно в этот период я совершенно не вышивала я уже не помню очень давно такого периода чтобы за 10 дней и сделала ни одного крестика мне даже не хотелось вышивать честно говоря в те моменты когда у меня было в общем-то на свободное время которые все ложились спать у меня было буквально где-то полчаса для того чтобы подготовиться ко сну посидеть и единственное чем могла заниматься это я занималась вязанием я уже показывала что у меня в процессе вот такой вот такая работа выполненная крючком это я вижу маленькую занавесочку на кухонное окно филейной вязкой крючком значит из хлопковых ниток вот таких да кто-то не видел видео можно посмотреть вот и ну я буквально могла сделать несколько столбиков это в общем-то занимала руки вязка идет видите уже вот в общем-то большая часть работы готова я думаю что наверное будет пять или шесть фрагментов вот таких посмотрю примерю но эта работа вот еще более вытянутая да вот такая вот такое-то вязание в общем-то она занимала мои руки в то время когда у меня гостили дети дочка и внуки вот ну и похвастаюсь конечно же подарочками с минуточку освечивает подарочки которые привезла мне моя дочь я уже в прошлом видео упоминала вот об этой книжке все эти книги куплены в так называемой канадской комиссионке они стоят буквально малюсенькие деньги когда мне дочка сфотографировала этим издания я подумала что это какие-то журнал но журналом оказался только вот этот вот я думала что это действительно журнал но посмотрите на толщину этой книги кстати как она толстая она весит я не знаю килограмма наверное полтора-два эта книга на ее везла через столько границ тащила вот спасибо ей большое конечно я думаю что пригодятся мне все эти журнальчики все эти книжки потому что очень много таких вещей которые можно использовать для прикладной вышивки ну и для вдохновения все говорят полистать приятно держать в руках но тут не только полистать тут есть то что можно применить в общем то очень довольно симпатичные модельки есть посмотрите вот есть и новогодние сапожки и подушки очень симпатичные сюжеты естественно со схемами и со всеми объяснениями вот даже шовчиками сэмплер новогодний если хотите я вам какой-то из этих журналов если будет необходимость у кого-то желание я полистаю или потом буду когда использовать в вышивке я конечно же все это покажу и расскажу откуда это как и что применять вот эту книгу я вам уже показывала это не не помню кто-то делал уже обзор на эту книжку у кого-то она уже есть очень хорошо оформлена значит здесь маленькие сюжеты так называемые на все случаи жизни по темам по различным темам можно найти то что вам необходимо листать сейчас тоже ее не буду не будем терять время вот и вот такая вот книга но это книга конечно скорее для вдохновения потому что это вышивка крестиком на христианские темы тоже можно использовать потому что какие-то здесь такие фрагменты которые вполне можно могут быть применимы не обязательно на религиозную тематику а могут быть применимы и для других каких-то вещей например вот животные попугай ну как бы попугай это не обязательно христианская тема собачьи полотенца для собачки так немножко вам покажу то что можно при этом уже сказал это больше для вдохновения как можно оформить какие-то вещи вот и как какие-то изделия изготовить примера вот новогодние такие вот игрушки ну то есть думаю что я тоже не применю вот спасибо значит мои дочки я получила вот такие вот подарочки вот ну когда уехали дети я не могла долгое время заниматься рукоделием как-то было пусто в доме после того как внуки покинули его и не хотелось мне делать ни одного крестика немножко я конечно вязала но очень мало вот больше занималась как-то не было не хотел заниматься домашними делами занимала руки хозяйством вот ну решила что надо постепенно все-таки возвращаться краю крестиком и начала я возвращаться крестиком вот этой своей работы это по дизайну роль рональда веста дизайн вопс разработала эту схему я оставлю ссылку на начало этого процесса видимо не самый лучший вариант был вернуться именно начиная с этой работы я вышила вот этот фрагмент только вот это буквально я наверное дня три вышивала его во первых ли он отвыкли руки отвыкли глаза я не знаю в общем просто того еще не было как сын мой сын мой сказал мама ты как спортсмен потеряла спортивные навыки мы видим если ты навыки были потеряны и я с очень большим трудом вышивала постоянно попадала мимо дырочек как-то мне было дней некомфортно и я главное что я не получала совершенно удовольствие вот что было главное вот вышивала вышивала и потом я это решила все-таки оставить и взялась за работу которые буду которые я делаю в совместном проекте вышиваем по журналам и книгам с еленый цвет я снимала видео об этом сейчас я немножко покажу я решила закрыть пятнышко от выеденная краска хлоркой на фартуке и решила выжить вот такие вот оливки подробно показывать не буду потому что об этом есть отдельное видео вышиваю я вот по такой схеме это по журналу круасьон пон де круа июль август 2016 года мой любимый единственный французский журнал вот и я решила вышивать на водорастворимой канве в общем то несмотря на то что цвета вышивки такие в общем то не приглушенные и не очень яркие вышивать было довольно приятно вот я решила продолжить эту вышивку не вышивается довольно быстро вот за два вечера буквально со всеми со съемкой видео с замачиванием со всеми делами маленькая работка я ее вышила но видимо то ли это меня вдохновило то ли просто я уже начала втягиваться в работу ну вот решила снять видео о своем вернувшемся вдохновении за это время я получила одну посылочку мой заказ с сайта 123stitch заказала там буквально мелочи вот бобинок пластиковых немножко я вышиваю по цветам и все ниточки я наматываю на бобинки поэтому иногда у меня бывает нехватка бобинок я буквально самые разнообразные использую в работе вот заказала такую схемку которая называется эти сами лет связи канада я хочу это выше чтобы это было стимулом чтобы это было посылом к тому чтобы посетить когда-нибудь тоже еще раз канаду вот а вообще в планах моих было вышивка вот этих роз от буциллы если помните я заказывала раньше этот набор не хотела вышивать себя в салон но решила что пока я не вышлю толстячков для ванной своей я не начну эти розы хотя я уже сняла общем-то обзор и уже мне очень хочется разобрать ниточки но видите пока я это все не трогаю вот так она открытая но лежит вот и если помните в прошлый раз я заказывала с сайта 123stitch вот такую вот набор такой вот набор от dimensions это вышивка на конве с нанесенным рисунком на печатном кресте значит дизайнерская канва здесь вышиваются только розочки имена но вот этот вот рисунок вот этот рисунок только вышивается вот но здесь много разных техник тоже французские узелки леди лази дэйзи бэка конечно много значит вот это все напечатанный фон значит для чего это метрика в сентябре я уже говорил нас стоит со свадьбой младшего сына и первое что я приступлю вот сейчас буквально после закончилась этими оливочками на этих днях я начну вышивать вот эту метрику но я уже говорил что для этого мне нужно будет собрать станок вот и начну я эту работу я начну я отдельно и буду показывать естественно в совместном проекте от алла белочки мой любимый dimensions но после метрики я думаю что будет вот эта работа это этот набор я получила последние свои посылочки с 1 2 3 стич это сапожок у меня с этим сапожком вышла такая история в предыдущем когда предыдущем заказе я хотела заказать его он стоил буквально 30 процентов дешевле вот и еще что-то я провозилась и закончилась уже эта скидка но мне так хотелось его заказать что в общем то когда он снова появился на сайте я не задумываясь заказал но он стоит как стоит как бы это будет новогодний сапожок для моей младшей внучки я должна буду это выше где-то для того чтобы в ноябре месяце они уже это получили то есть надо это будет закончить примерно в концу сентября сразу после метрики мне предстоит вышивка вот этого сапожка тоже когда начну вышивать я покажу и расскажу что там внутри остаются мне отложенными процесса вот эти синички которые естественно уже будут ближе к зиме вышиваться ну и вот этот межпроцессный процесс ботаника я наслаждаюсь когда у меня устаёт глаза от всего остального видимо это же когда-то в какие-то моменты буду браться за эту вышивку эта вышивка идет между как бы как идет идет как идет не торопясь вот она сейчас таком вот виде вот это ну кто не знает это дизайн на от парижских вышивальщиц называется черешня вот вышивается на подушке у меня на 14 канве ну то есть вот два вот таких отложенных процесса сейчас в процессе будет у меня будут толстячки будет метрика dimensions будет мой вязальный проект естественно я буду участвовать в совместном проекте вышиваем по журналам и книгам когда я закончу оливки у меня есть еще один проект запланирован и очень хочу поучаствовать в совместном проекте от надюши фейворит хобби мой рукодельный уголок у меня уже начался этот процесс оформления рукодельного уголка так вот как бы анонсирую будут видео по вступлению моему в этот совместный проект с моим первым дизайном он тоже как бы пока временно отложен я отложила его покашила коробочки для моих внуков я отложил этот проект это должна быть ну планируется она будет коробочка для хранения моих текущих процессов то что стоит на столе для того чтобы процесс не пылился не валялся просто так канва и ниточки это все будет сложно в такую коробку вот эта коробочка уже как бы в процессе не знаю на этой неделе или на следующей я приступлю к ней посмотрим как будет вдохновение вот это будет мой мое участие в совместном проекте мой рукодельный уголок ну вот таким был мой не рукодельный июнь надеюсь что июль будет более плодотворным на итоги на результаты и на творчество спасибо всем кто посмотрел до свидания